Всем привет, с вами Алена Талаш, управляющая партнер компании РосКо. С 1 июля прошлого года граждане Казахстана могут оформить разрешение на временное проживание в России без квоты. Что для этого теперь необходимо сделать и какие документы для РВП нужны, узнаете в нашем новом видео. Как и любая процедура, получение РВП имеет свой определенный порядок действий. Для оформления разрешения по новым правилам гражданину Казахстана нужно собрать документы, необходимые для РВП, включая свои данные, а также ближайших родственников при необходимости. Заранее записаться в Управление по вопросам миграции МВД на подачу заявки и передачу комплекта документов. Прибыть в назначенную дату в уполномоченный орган и подать инспектору собранную документацию. При возникновении каких-либо недочетов необходимо исправить или собрать недостающие документы и записаться в МВД еще раз. По истечении двух месяцев получить РВП или обоснованный отказ. При отказе можно попробовать подать документы повторно, однако сделать это можно будет только через год. Почему иностранцу могут отказать в получении российского РВП? Наиболее распространенные причины отказа – это отсутствие действующих разрешительных документов для проживания на территории нашей страны на момент подачи заявлений. Также иностранные граждане часто нарушают закон нахождения на российской территории без оформления разрешения во время предыдущих посещений России. А вы сталкивались с отказом в миграционных органах? Пишите в комментариях под этим видео. Поэтому перед тем, как подать документы на РВП, рекомендую произвести их тщательную проверку и удостовериться, что они действительны и проблем с ними не возникнут. Для получения разрешения нужно собрать и предоставить миграционный орган пакет документов. Какой? Расскажет юрист компании «Роско» Диана Рзаева. Заполненное заявление в двух экземплярах – паспорт иностранного гражданина и заграничный паспорт с нотариально заверенным переводом. Загранпаспорт должен быть действительно не менее чем два месяца. Миграционная карта и уведомление о постановке на миграционный учет. Четыре фотографии 3,5х4,5 см матовые, цветные или черно-белые. Сертификат о прохождении медицинской комиссии, подтверждающий отсутствие установленного перечня заболеваний. Сертификат о прохождении аттестации по русскому языку, истории России и основ законодательства. Квитанция об оплате государственной пошлины в размере 1600 рублей. Что дает разрешение на временное проживание для граждан Казахстана? Это проживание в течение трех лет в любом субъекте Российской Федерации. Возможность регистрации по месту проживания или по любому другому адресу в течение периода действия РВП. Получение ВНЖ – вида на жительство. После 8 месяцев проживания по РВП. Для этого нужно собрать и подать документы и заявления в миграционный центр. Возможность работать на российской территории. Получение медицинского полиса и, соответственно, бесплатной медпомощи. Оформление водительского удостоверения. Определение несовершеннолетних детей в дошкольные или учебные заведения. Процесс оформления РВП отнимает время и силы. Приходится собирать документы и ходить по разным инстанциям. Компания «Роско» возьмет на себя всю бюрократическую рутину. Ваши сотрудники смогут полностью сосредоточиться на работе. Для получения помощи наших специалистов позвоните по номеру, указанному на сайте. Или оставьте онлайн заявку через форму обратной связи. Все контактные данные вы можете найти, перейдя по ссылке в описании к этому видео. Стоит отметить, что получая РВП, гражданин Казахстана теперь не должен соблюдать правила выезда за границей Российской Федерации по истечению трехмесячного срока. РВП дает возможность не выезжать из России в течение всего периода действия разрешения. Также необходимо помнить, что требуется каждый год подтверждать свое проживание в нашей стране. Это означает, что нужно отправлять уведомления в миграционный орган о том, что до сих пор иностранный гражданин проживает в России. Что необходимо сделать гражданам Казахстана после получения РВП? После того, как разрешение получено, проставляется штамп в паспорте. Далее нужно в течение 7 дней после проставления такого штампа оформить регистрацию по месту жительства. В течение года гражданин должен официально устроиться на работу, а также встать на налоговый учет и получить индивидуальный налоговый номер ИНН. Если иностранец планирует выезжать из России, то этот срок не должен превышать 6 месяцев за один календарный год. В течение всего срока действия РВП иностранец подает в миграционный орган специальные уведомления. Рада, что вы досмотрели это видео до конца. С вами была Алена Талаш. Если у вас остались вопросы после просмотра этого видео, смело пишите в комментариях к нему, и юристы компании Роско с удовольствием на них ответят. И, конечно, подписывайтесь на наш канал, где вы найдете массу полезной информации не только для бизнеса, но и для себя лично. Будь в курсе, будь с Роско. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова